Я думаю, авария, наверное, какая-нибудь. Мысли о том, что быстрее пешком, посетила сегодня многих водителей и пассажиров. Больше часа у Дворца культуры Аммофос не протолкнуться, не повернуться. Машин столкнулось две, а пробка почти на полтора километра. Во всем виноват снег, гололед, снегоуборочные машины. Ругаются водители, мол, на работу опаздывают. Михаил Федорович спокоен, говорит, выезжать надо раньше, тогда и проблем не будет. А что плохого? Теплее, светлее. Чтобы аварий было меньше и пробок вместе с ними, коммунальные службы города трудятся без выходных. Сто единиц снегоуборочной техники ежедневно. Тракторы с ковшами, метлами, щетками. На всех центральных дорогах и сегодня. Я думаю, что в течение суток мы ситуацию исправим и вернемся к тому, что было буквально 2-3 дня назад. Сейчас, конечно, вся техника мобилизована, вот видите, и днем, и ночью, как говорится, работаем. Трудятся и вооруженные лопатами люди. Надежда Анатольевна город убирает 72-го года. Практиковалась во дворах, на остановках. Сегодня на Октябрьском мосту со снегом воюет. Техника тут не помощник. Боятся, что колесо отбойник заденет. Только убирают вот эти, ну, до ограждения. Остальное приходится нам убирать. Как говорят работники, снег сегодня сухой, и убирать его достаточно легко. Хуже всего приходится в погоду мокрую. Снег становится сырым, тяжелым и прилипает к лопате. Последние две недели осадков не было. Зато в выходные снег валил, как из ведра. Хотя, говорят коммунальщики, снегопад совсем не солидный. 10 сантиметров. В другие года и больше бывало. Задача поставлена всем дорожным предприятиям. До среды закончить работы по очистке дорог. В среду я провожу в час контрольный объезд. Будем смотреть. И, тем не менее, комитету по контролю за содержанием дано поручение составлять протокол на все вот такие нехорошие моменты. В ближайшие дни метеорологи метели не обещают, но холодать будет. В среду ночью до минус 24, а к концу недели еще морознее. Так что ждет Череповец еще настоящая зима с морозными и солнечными днями. Продолжение следует...